Доступная среда для инвалидов, развитие музейной деятельности и выявление нарушений в правилах благоустройства. Сегодня на очередном аппаратном совещании у главы Магнитогорска Сергея Бернигова обсудили актуальные вопросы городской жизни. Первый с докладом о том, как в Магнитогорске обстоят дела с организацией доступной среды для маломобильных групп населения, выступила начальник управления социальной защиты населения Ирина Михайленко. Помимо множества цифр статистики о количестве установленных пандусов и проведенных мероприятий, она рассказала о том, что в настоящий момент все силы ее управления направлены на то, чтобы помощь для 28 тысяч городских инвалидов перешла наконец от сугубо медицинской в социальную сферу. У нас исключение, если где-то есть что-то для малоподвижных групп. Пандусы это исключение, это вот вы их показали, их по пальцам пересчитать можно, но у нас город не ограничивается вот этими двумя-тремя объектами, да, поэтому надо, наверное, нам главам района начинайте-ка более активную работу с коммерческими структурами, расположенными на территориях наших районов. Я не думаю, что эта задача невыполнимая в части организации пандусов. Среди прочего откликнулся глава и на доклад директора дорожного специализированного учреждения Максима Безгодова о санитарной уборке города. Продолжить подготовку города к наведению порядка, все-таки к празднику мы всегда стараемся как-то особенно поусердствовать в этом вопросе. Значит, и посмотрите вопрос, как я говорил, с точки зрения отрабатывать с коммерческими структурами города и поручаю Горэлектросети поглядите с точки зрения подключения всевозможных систем, иллюминации общего назначения. Давайте пойдем навстречу бизнесу, поможем им подключиться к нашим сетям, если это необходимо, но давайте возьмем на себя затраты. Станислав Юрин, Василий Бабердин, телекомпания ТВН.